Важно у нас положенится, скажи. При даче у нас тут и гости были. Но мы их по первому чину приняли, дело ясно. Они как набежали. Степан как раз со своими сорубкой на посту стоял, ну и покрошил всех. Мы выскочили, а тут уже одни клочки по закоулочкам. И Степан лежит. Я думал, загрызли гады, а нет, целый. Но жар у него и бредит. Тепловой удар, вот. Ну, снесли его на станцию. Лежит пластом. Остальные хлопцы тоже еле ходят. Так что если нефтяники местные серьезно навалятся, можем и не сдюжить. А навалиться-то они как раз могут. Потому что, сдается мне, Гюль в темную нас разыграть хочет. Столкнуть нас с ними лбами, как тех баранов. Это ей было бы куда как на руку. Да толку с того, если мы все тут без воды ослабнем, и они нас тепленькими возьмут. Вот. Полковник воду одним больным да часовым выдавать наказал, а сам-то не пьет совсем. Сидит теперь, как тот сычий. Не вытащишь его. Гурит больно плохо. А через то, боевому духу большой вред может быть. Вот какой там вред, когда и так уже некуда. Без воды-то. Ермак вон, аж вот с воздуха ее добывать задумал. А какая там вода? И самое пекло же. Вот такие дела. Без воды да горючки сам, понимаешь, нам край. И надо нам их до черта и поболе. Ведь, Урора, одной воды за час, то он и две на пар перевой. Да горючки надо им тоже, он будь здоров. Так что мы тут, как есть, намели. Надо с нее сыматься, двигать отсюда, а то грабанемся все. Такие, братка, пироги с котятами. Пироги с котятами. Пироги с котятами. Пироги с котятами.